Субтитры предоставил DimaTorzok Пушкин Хэйхэ, книжный магазин в приграничном городе, назвали именем русского поэта. Ведущие мировые предприниматели в сферах энергетики, финансов, технологий и других секторов будут присутствовать на конференции. Одной из ключевых тем станет 13-й пятилетка Китая. Форум будет концентрировать внимание на ключевых вопросах. Например, сможет ли страна удержать темпы роста в планируемом диапазоне от 6,5 до 7% в этом году. Как Китай намерен ускорить процесс реструктуризации экономики. Как максимально использовать инвестиционные возможности программы экономического пояса «Шелкового пути». С мировой бизнес-элитой, в частности, будут беседовать вице-премьер ГОСАВКНР Джан Гаули, директор китайского центробанка Джоу Сяо Чуань и другие высокопоставленные лица. Форум по вопросам развития Китая проводится с 2000 года. Он является платформой для диалога и обмена мнениями представителей зарубежных, коммерческих и научных кругов с китайским руководством. Открытая зона экономического и технического развития города Урумчи подписала соглашение с компанией-оператором крупнейшего речного порта Европы Дуйсбурга. Документ подразумевает строительство в Урумчи сухопутного экспорта импортного таможенного контейнерного тернеминала. Подробности моих коллег. Все детали обсуждены, соглашение подписано. На территорию Урумчи появится сухопутный порт площадью 120 квадратных километров. Заниматься развитием проекта будет совместно созданная компания с уставным капиталом 200 миллионов юаней. Это позволит развить двустороннее сотрудничество в сфере финансов, логистики и торговли. Мы вольемся в логистическую систему Европы, благодаря чему торговые связи не только между Урумчи и Дуйсбургом, но и в целом между Китаем и Европой выйдут на новый уровень. Дуйсбург – крупнейший в Европе речной порт и важный транспортный узел в мировой логистической системе. Он уже стал одним из пунктов назначения поездов, следующих из Китая в Европу. Город Урумчи, благодаря своей близости к западным границам Китая, намерен превратиться в важное звено на этом пути. «Этот проект важен не только для Китая, но и для всей мировой логистической системы». В логистическом терминале в Урумчи создадут всю инфраструктуру для развития железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок. Железнодорожные рейсы из Урумчи в Дуйсбург пробную эксплуатацию введут уже в июле. Ожидается, что в ближайшее время объем грузооборота сухопутного порта доведут до 20 миллионов тонн, а в планах на перспективу – до 50 миллионов. Юлия Жень, Зоу Сяо Тун, Си Си Ти Ви. Стоит отметить, что раньше грузы из Китая в Таджикистан поставляли преимущественно по автодороге. Стоимость транспортировки была чрезвычайно высока. Теперь транспортные издержки удастся снизить. Эксперты уверены, что открытие нового маршрута поможет вывести на новый уровень торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами. Китайско-американский центр сотрудничества в области ядерной безопасности открылся в пятницу в Пекине. Он оснащен передовыми экологическими лабораториями, испытательными полигонами, также помещениями для проведения научных исследований и подготовки кадров. Цель центра – обучение специалистов и обмен научно-техническими разработками. Стороны планируют проводить совместные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации и теракты. Работа сотрудников будет направлена на повышение безопасности на объектах аптонной промышленности и обеспечение более жесткого контроля за ядерными материалами. Как заявили представители обеих стран, создание подобного центра дает больше уверенности в будущем сотрудничестве с США и КНР в энергетике. В совместной работе США отвечают за отбор передовых технологий, а Китай – за строительство центра и управления. Центр будет использоваться для обучения и обмена опытом по ядерной безопасности. Особенно это касается стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США имеет самое большое количество атомных станций, а у нас они самые масштабные. Такая платформа помогает углубить сотрудничество в сфере атомной энергии не только между двумя странами, но и во всем мире. Первый китайский спутник для зондирования частиц темной материи УКУН теперь будет помогать Китайской академии наук. 17 марта космический аппарат был передан обсерватории Цзиньшань. До этого три месяца УКУН работал на орбите в тестовом режиме. Спутник назван в честь главного героя знаменитого китайского романа «Путешествие на запад». Это космический зонд с более обширным сегментом наблюдения, чем у МКС. Его энергетическое разрешение в три раза превышает показатели международных аппаратов. УКУН выведен на орбиту 17 декабря 2015 года с космодрома Цзюйчюань в провинции Ганьсу. Через три дня станция в Кашгаре-Синьцян Уйгурского автономного района начала получать от спутника стабильные данные. Арктическое транспортное судно «Пугнакс» китайского производства почти готово к спуску на воду. Все приготовления должны завершиться уже к концу марта. «Пугнакс» – один из двух крупнейших из спроектированных когда-либо судов полярного ледового класса. Первое, под названием «Аудакс», спустили на воду в Гуанчжоу прошлой осенью. Эти суда могут преодолевать лед толщиной полтора метра со скоростью четырех узлов. Их основное назначение – транспортировка негабаритных и тяжелых сборных грузов на крупных береговых проектах под обыча жиженного природного газа. Оба судна способны также весь год работать за полярным кругом. В мере потепления глобального климата льды в Арктике тают. В последнее время стала возможна навигация на северо-востоке Северного полюса. Преимущества Северного морского пути через Арктику очевидны, если сравнивать с традиционными морскими маршрутами. Очень сильно экономится время в пути. Судно «Пугнакс» предназначено для плавания при низких температурах до минус 50 градусов по Цельсию. Создание и эксплуатация судна поспособствует морским перевозкам и пойдут на пользу экономическому развитию Китая. В Шанхайской детской больнице впервые появилась школьная комната. Учителя из 12 школ будут поочередно приходить туда и делиться знаниями. Подробности далее. Если пациенты не могут ходить в школу, то школа придет к ним. Восемь детей в возрасте от 5 до 8 лет стали первыми учениками на уроке английского в рамках программы, которую назвали «Радужный берег». Каждый выбрал себе английское имя и узнал о его значении. Кроме того, с помощью игр маленьких пациентов познакомились с математикой. Все они нуждаются в долгосрочной госпитализации из-за болезни почек или лейкемии. Для многих телевидение и компьютерные игры раньше были единственной возможностью развлечься. Это так здорово, что учителя играли с нами в игры. Мне тут обычно очень одиноко. У меня нет друзей. Жизнь довольно скучная, когда надо быть в палате целый день. Для нас стало большим сюрпризом, что и здесь можно сходить в школу. Все учителя – волонтеры из ближайших к больнице школ. Они приходят один раз в неделю и проводят часовой класс. Детей разделили на три группы – дошкольников, учеников начальной школы и учеников старшей школы. Это отличается от обычной волонтерской деятельности. Мы надеемся, что учителя смогут в полной мере задействовать свои профессиональные знания. Для начала у нас четыре урока – английский и китайский языки, математика и искусство. Программа соответствует школьной. Мы надеемся, что у детей получится социализироваться и выучить что-то новое, что они не будут изолированы от общества. Идея программы «Радужный берег» появилась в 2014 году, когда мать, заболевшая раком дочери, сообщила директору больницы, что та хочет продолжать учебу. «Мы говорим, что сознание влияет на наше здоровье. Оставаясь в больнице, дети часто чувствуют одиночество, тревожность и депрессию. Хорошее настроение, напротив, помогает укрепить иммунитет. И кроме того, мы обнаружили, что в списке желаний детей возвращение в школу занимает одно из первых мест». Теперь больница ищет возможности для того, чтобы расширить программу и привлечь в ней больше пациентов. Ограниченные медицинские ресурсы не позволяют докторам и медсестрам проводить больше времени с детьми, говорит Юй Куан Дюань. Поэтому образовательные и общественные организации могут оказать в этом вопросе неоценимую помощь. Анна Санякевич, CCTV. На стыке культур. Всего большей популярностью в китайском городе Хэхэ на границе с Россией пользуется магазин «Пушкин». Именем русского поэта местные книжные назвали после реставрации в прошлом году. Теперь здесь можно не только приобрести книги на китайском, русском, английском и других языках, но и отдохнуть в кафе или уютном читальном зале. Также на территории Пушкина появился зал, где проводят лекции, семинары и творческие встречи. Владельцы рассказывают, что стремятся создать арт-пространство нового типа, чтобы разнообразить досуг жителей и гостей города Хэхэ. Я очень люблю читать и очень рад, что появилось такое место. Выбор книг очень большой. Прихожу сюда, как в библиотеку. Мне нравится атмосфера, которая здесь царит. Я познакомилась здесь со многими китайскими друзьями. Теперь мы часто общаемся. Мы с моими студентами облюбовали это место для проведения практических занятий по китайскому языку. Устраиваем литературные вечера, конкурсы по чтению на китайском. Обстановка здесь хорошая, много книг. Причем не только на китайском, но и на русском. Количество посетителей у нас в последнее время растет. Очень много иностранцев. Мы начали проводить здесь многие мероприятия по культурному обмену с Россией. Хотим, чтобы Пошкин превратился в международный центр культурного обмена, культурную достопримечательность нашего города. Российско-Кыргызский фонд развития помогает предпринимателям из Кыргызстана открывать бизнес. В пользование МЧС за Бакальского края поступили квадрокоптеры. В Бурятии прошел турнир по робототехнике среди школьников. Подробнее об этом в нашем ежедневном обзоре. Российско-Кыргызский фонд развития финансирует проекты стартаперов из Кыргызстана. На сегодня уже выделены кредиты на сумму, превышающую полтора миллиарда сомов, то есть более 20 миллионов долларов США. Кредитованием занимаются три коммерческих банка – РСК-банк, Аюлбанк и КАСБ. В частности, Аюлбанк уже предоставил средства для реализации 88 проектов. Одним из стартапов, которому помог фонд, стала Ноуфау фермера Амаза Мамбетова. Оборудование помогает производить копченое мясо по современным стандартам, но по старым народным рецептам. Ожидается, что сделанная на нем продукция выйдет на рынок уже в этом месяце. МЧС Забайкальского края начинает использовать квадрокоптеры. Высокотехнологичное оборудование завезли в начале года, но поначалу использовали лишь во время учений. Умные машины поднимаются на высоту до 500 метров и могут работать на удалении 2 километра от оператора. А если во время полета пропадает сигнал от пульта, самостоятельно возвращаются к точке взлета. Видеосъемку, которая ведется с борта, можно смотреть онлайн и в записи. Спасатели уверены, что новая техника поможет в ликвидации пожаров и при других чрезвычайных ситуациях, когда нужно узнать, что происходит в труднодоступных для человека местах. В дальнейшем регион также планирует приобрести беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В Бурятии подвели итоги турнира по робототехнике, названные имена победителей, которые в апреле отправятся в столицу на всероссийские соревнования. В Улан-Удэ юные инженеры соревновались в нескольких дисциплинах. Одним из заданий было создание самой скоростной и хорошо управляемой машины, которая быстрее остальных придет к финишу. Другим – создание робота-баскетболиста, задача которого – забросить максимальное количество мячей в корзину с определенного расстояния. Свои навыки продемонстрировали 95 школьников со всей республики. Отдохнуть от цивилизации, изучить традиции кыргызских каченников и приложить руку к возрождению традиционных костюмов. Такой вид отдыха становится популярным в Кыргызстане. Мои коллеги побывали в одном из этнических клубов и узнали, как одевались кыргызы в древности. Айдая Сангулова с трепетом показывает редкий экземпляр. Это головной убор чачкеп. Подвески с серебряными пластинами, украшенными узорами, придают наряду особый шарм. Как и я, это другое название – чачкеп. Уже это более ста лет очень хорошо сохранилось. Старинная. И вот это все ткани, особенно вот эта внутренняя часть – это ручное ткачество. Работа по реставрации традиционных костюмов идет полным ходом. Уже удалось восстановить платья, которые носили кыргызские женщины в разных регионах страны. Это вот традиционный костюм, как так выглядит замужняя женщина. Это вот эличек, главный убор замужней женщины. Это вот такой эличек надевали в Таласском регионе в основном, клемени найман. На сегодняшний день участники проекта изучили 8 видов эличеков. Этот образ дополняет еще и традиционное украшение – из натуральных камней с фурнитурой из чистого серебра. Мы в своей исследовательской работе специально ездим в село, находим там бабушек, дедушек, которые знают. И вот благодаря им мы вот это вот восстановили. Во многих регионах особое значение придавали вышивки на костюме. Некоторые рисунки применялись только в головном уборе или на воротнике. Но сейчас уже мало кто об этом знает. Не потерять пока еще сохранившееся знание – одна из главных целей проекта. Наши предки с большим трудом делали нитки из шерсти. По несколько раз приходилось их закручивать, чтобы получить такие тонкие и крепкие нити. Красили их не красками, а травами. Поэтому краска так долго держится. Я с удовольствием учу девочек этим вышивкам. Они сохранились где-то с 1910 года. Те, что были еще раньше, не сохранились. На занятия с удовольствием приходят не только кыргызские девушки, но и иностранки. Я хочу понимать кыргыз, поэтому я думаю, что надо делать сама. Такие занятия в этническом клубе проводят каждое воскресенье. На них не только учат вышивать, но и рассказывают о культурных особенностях и быте кочевников. Юлия Жень, CCTV при содействии общественного первого канала Кыргызской республики. Итак, на этом завершается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Всего хорошего.